На волне Ночное такси сегодня и всегда с Александром Крумином Здравствуйте, наши уважаемые телевизионные зрители, это программа Ночное такси И я, Александр Крумин, буду рассказывать вам на YouTube и PeterTV о музыке шансона по-русски О той музыке, которой наша студия занимается вот уже 28-й год Итак, начинаем Близкое ретро в программе Александра Крумина Ночное такси В рубрике «Близкое ретро» сегодня я показываю вам фрагмент записи Самой первой, кстати, видеозаписи, сделанной нами Талантливой петербургской певицы и актрисы Татьяны Кабановой Я рассказывал вам неоднократно историю нашего знакомства с Татьяной Вкратце, конечно же, два слова об этом скажу и сейчас Ее познакомил с нами замечательный музыкант Николай Рязанов Больше известный как брат Жемчужины и основатель этого легендарного музыкального коллектива Музыкант, который отработал в нашей студии почти 14 лет Николай Рязанов сообщил нам о том, что Татьяна исполняет настоящий шансон И вне всякого сомнения, сказал он, этот материал будет интересен И для эфира программы Ночное такси, и для нашей продюсерской компании Николай не ошибся, мы подружились с Татьяной И работали с ней в достаточно продолжительный период времени Что касается того видео, которое я показываю вам сегодня То эта запись знаменовала собой первый год эфирного вещания программы Ночное такси На FM-диапазоне в Санкт-Петербурге Все это было записано в небольшом магазине спонсора нашей программы Который предложил эту площадку для того, чтобы мы провели там небольшой концерт Это был самый первый концерт, который был посвящен первой годовщине выхода ночного такси в эфир Соответственно, все это происходило 19 февраля 1995 года Ну, мы начали вещание этой программы, скажу для тех, кто не знает В ночь с 18 на 19 февраля 1994 года И вот первый год решили отметить таким концертом Я был, признаться, очень-очень удивлен Когда небольшой магазин заполнился с невероятной скоростью нашими слушателями Плюс к этому, естественно, людям вообще не хватило места Хорошо, что был теплый февраль И поэтому открыли окна И зрители стояли еще и на улице тоже В этом концерте впервые в Санкт-Петербурге принял участие Михаил Круг В этом концерте работал Александр Розенбаум вместе с братьями Жемчужными Братья Жемчужные также работали сольно И впервые на наших съемках, наших концертах работала замечательная Татьяна Кабанова Вот, собственно, фрагмент ее выступления Тогда я и предлагаю вам сегодня Надеюсь, вам это будет интересно Мне, признаться, самому, когда я готовился к этой программе Было весьма интересно посмотреть этот видеоматериал Вообще, я считаю, что история, которая запечатлена в видео Она имеет какой-то определенный вкус через время Если свой вкус у кино игрового То у кино музыкального он тоже свой Тем более, когда ты вспоминаешь, как это все происходило И видишь тех музыкантов, с которыми ты познакомился тогда впервые И работаешь с ними и по сей день Я должен так сказать, что эта запись интересна тем, что ее очень ценил Михаил Круг Он мечтал познакомиться с Александром Розенбаумом И это был за всю его карьеру единственный концерт В котором он принял участие с Александром Розенбаумом на одной сцене И, кстати, единственная фотография, где Александр Розенбаум находится вместе с Михаилом Кругом Как раз была сделана после этого концерта Итак, в рубрике «Близкое ретро» Татьяна Кабанова и ее запись образца 1695 года «Близкое ретро» Татьяна Круг «Близкое ретро» Татьяна Круг Банде были уроки, шулерам, Банда занимала, Банде были уроки, и за ней следила, Кручила. ПЕСНЯ 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 В рубрике «Лицом к лицу» сегодня я показываю фрагмент интервью замечательного музыканта Бориса Давидяна, человека, который больше известен под именем Бока. Я очень долго хотел с ним познакомиться, я не имел этой возможности, поскольку он уже достаточно много лет с середины 90-х годов проживает в Лос-Анджелесе, он переехал туда к своей семье, которая на самом деле проживала там раньше, с конца 80-х годов. Человек очень интересный судьбы, человек, который очень рано начал петь, человек, который даже успел познакомиться в Баку с Аркадием Северным, когда Аркадий единственный раз приезжал туда. Я был очень удивлен, когда мой друг Лазарь Эммануилов позвонил мне и сказал, Саша, у меня в моем ресторане будет выступать Борис Давидян. Все это происходило в 2004 году, почти 9 лет назад. Я был очень удивлен и спросил Лазаря, а Борис Давидян тот самый, который Бока? Он говорит, да, Саша, конечно, ведь я же бакинец, и поэтому я знаю его. Я ему задал следующий вопрос, но ведь по моей информации Бока живет за океаном в Лос-Анджелесе, неужели он приезжает с концертами и приедет в Санкт-Петербург? Лазарь заверил меня, что это тот самый Бока Давидян, и я обязательно должен появиться для того, чтобы записать интервью с ним и поприсутствовать на его концерте. Вот, собственно говоря, тогда и было записано очень большое интервью, оно длится более 20 минут, которые фрагментарно я показываю вам сегодня в соответствующем блоке программы «Ночной такси». Я записал это интервью, мы сделали аудиоверсию, и она шла в эфире программы «Ночной такси» на FM-радио, причем неоднократно. Смонтировали все это с музыкой, получилось все это очень интересно, и наша публика была очень благодарна, потому что никакой информации правдивой, а тем более из первых уст, об этом замечательном музыканте не было. Через два года после этой записи я получил возможность там же, в ресторанном комплексе «Лесной», на летней площадке, записать большой 70-минутный фильм-концерт этого очень-очень талантливого музыканта. Когда мы издавали DVD-альбом Боки Давидяна, то интервью, фрагмент которого сейчас вы увидите в нашем эфире, было включено туда в качестве бонуса. Вот такова история этой записи. Я уверен, что тем людям, кто интересуется шансоном с восточным колоритом, вне всякого сомнения, этот блок в сегодняшнем эфире «Ночного такси» будет интересен. Итак, встречайте, Борис Давидян, иными словами, Бока. ПЕСНЯ Мы, в общем-то, с детства, мы же послевоенные дети. Мой отец, когда приехал с фронта, он, значит, играл на мандолинке. А я пацаном, он меня учил военным песням. И вот так стоял, у меня есть до сих пор фото, я руки за спиной, мне пять лет, и я пою Катюшу только по-солдатски. Вот созрели груши у Катюши, у Ивана вырос огурец, выходил. Вот так он меня учил. Вторая песня была «Огонек» на оппозицию, девушка провожала бойца. И вот так нас связалось с пением. А потом улица, потом школа, музыкальная школа. Но чаще всего в врача и школа была, конечно, дворовая, с гитарой в руках, в беседках, когда соседи орут, кричат «перестаньте». А мы пацанами пели. А меня зовут Борис. Дети в детстве называли «Борька», но «Р» не могли произнести. Они «Бока», 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 так и осталось «Бок». Сейчас у меня внуки, они тоже меня называют «Бока». Ну, первые мои записи, как ни странно, вышли в 71-м году. Тогда это было все нелегально. Записывали, где попало, на чем попало. Тогда еще такая комета была, я никогда не забыл. Комета, гинтерес, айдес, вот такие магнитофоны. Значит, если ты спел, сделал одну ошибку, тебя заставляли снова эту песню петь. Это сейчас, если ошибку сделал, букву тебя могут эту букву поправить. И с 71-го года вот так и поем. Говоря честно, пытался уже заняться совсем другим делом. Но мне кажется, и, в общем-то, по звонкам, по письмам, что еще востребуем мы. Годы, конечно, свое берут. Мы стараемся не сдаваться. Раньше был, знаешь, красивый, молодой. Вот молодость ушла, красота осталась. Саша, это, конечно, шутка. И вот песня «Доля воровская», которая, значит, стала такой знаменитой, известной. И когда спрашивали, а кто этот бог? Да, «Доля воровская», ну, уже знает, пароль. И вот все время спрашивают, почему вы поете эти блатные песни. Я же им говорю, в этой песне надо внимательно прислушаться. Я не говорю, что воровать хорошо. Там я пою, что в тюрьме плохо, крыша, это забор, небо в клетку, хлеб, вода. И, наоборот, беру, а китайцы, что не воруйте. Ну, а если воруете, то не попадайтесь. Так что даже Лермонтов писал, сегодня Лазер напомнил, сижу за решеткой в темнице сырой. Да, вот это все. И еще говорят, а вот вы все тюремные песни. Почему тюремные, почему блатные? Были песни и наших политзаключенных, которые сидели за решеткой и пели о родине, о матери, правильно? Если бы воры могли писать песни, они бы поэтами были, не ворок, а ворами, правильно? И вот так и течет все, и все изменяется. Ну, что могу сказать, Саша, дорогой? Сегодня очень приятно, что и с тобой... Я ничего на ты, да? Мы познакомились. Я много о вас слышал от себя. Это очень знаменитая передача, которую слушает весь мир. И мне очень приятно, что ты предоставил мне время, чтобы мы с тобой побеседовали. Большое спасибо. Спасибо. Дело в том, что, да, действительно, мы работаем, кроме двух спутников связей, еще и на интернет. Ночной такси выходит в версии часовой из Москвы каждую неделю по средам по московскому времени из 23 до полуночи. И те, кто знают такую музыку и любят песни шансона по-русски, конечно, действительно слушают меня везде, даже где нет увещания нашего через обычные каналы связи. Поэтому, на самом деле, то, что мы говорим сейчас, я обязательно скажу, когда можно будет послушать именно по сети интернет, когда, Борис, вы вернетесь к себе в Лос-Анджелес. Что меня интересует, как и наша аудитория, в Баку, откуда вы уезжали, вы выступали там профессионально? То есть у вас был профессиональный статус музыканта тогда, в 70-е годы, или вы были музыкант-любитель? Я не мог бы назвать себя любителем в то время, потому что, может быть, нас и не пускали на большую сцену. Не пускали, потому что эти песни были запрещены, вы же знаете. Поэтому мы делали нелегальные записи, поэтому и назвать любителем как-то, если я жил на это, получал зарплату, семью бы содержал, то это уже профессионализм, правильно? Так что я не знаю, кто как хочет это может посчитать, это профессионализм или любитель, но уже со стажем любитель, наверное, в конце концов станет профессионалом. Альбомный блог В альбомном блоке, дорогие друзья, как и обещал, я показываю женское творчество. Я специально три недели отдал именно прекрасным нашим дамам, поскольку мы интенсивно готовим запуск проекта, который, вне всякого сомнения, я убежден, очень-очень нужен для музыкального рынка. Фильм-концерт в джазе «Только девушки», замечательный Алиса и Шер в качестве ведущей, это то, что мы будем снимать в шоу-холле «Атмосфера» 13 марта 2013 года. И, естественно, моя задача в альбомных блоках нашей программы, а в альбомных блоках мы практически всегда показываем вам свежее альбомное видео, но это наша музыкальная специализация, мы реже гораздо делаем клипы, наша специализация это сценическое видео. И, естественно, фрагменты этих видео-альбомов предлагаются вам именно в соответствующем блоке этой программы. Так вот, я предлагаю вашему вниманию, конечно же, наших исполнительниц. Все они очень-очень разные, некоторые из них авторы, некоторые из них в любом случае работают только с тем оригинальным материалом, который пишется для них. Никогда мы не представим каких-либо кавер-версий, каких-либо известных произведений в фильме «В джазе только девушки». Концепция заключается в том, что мы показываем современное женское авторское творчество, подразумевая при этом, что это либо тот материал, который создан исполнительницами, либо тот материал, который, подчеркиваю, создан специально для них. Сегодня я показываю вам одну из свежих записей, замечательной Ляли Рублевой. Мы записали в прошлом, в 2012 году, ее альбом под названием «Родина». Записали в этой студии, и я знаю, что этот альбом невероятно понравился нашей публике. Я, признаться, скажу по секрету, был очень удивлен в декабре недавно ушедшего от нас 2012 года, когда браузер Google показал 579 тысяч ссылок на упоминание этого альбома в Рунете, всего лишь через две недели после того, как компакт-диск вышел в музыкальные магазины. Это, конечно, невероятное число людей, причем я абсолютно убежден, что это не предел. Я убежден, что и дальше эти песни будут также интересны людям, поскольку, на мой взгляд, программа получилась более чем оригинальная. Это программа, которая сама по себе представляет по нашему замыслу мост времен. Часть композиций совершенно по-другому исполненные вещи, которые наверняка должны быть известны не только среднему, но даже старшему поколению наших слушателей и зрителей. И я сегодня с удовольствием показываю одну из композиций этого альбома. Она была записана в одном из наших фильмов серии «Ночная такси» новое и лучшее в 2012 году. Также, дорогие друзья, скажу вам о том, что мы обязательно видео-версифицируем полностью компакт-диск «Родина». И Ляля, естественно, примет участие в марте в съемках первой серии нашего нового большого фильма-концента под названием «Джазе только девушки». Так что в виде анонса ее выступления в Санкт-Петербурге в этом, в 2013 году, я показываю вам то, что мы снимали в году прошлом. Итак, это Ляля Рублева. Ляля Рублева А я люблю, чтоб зимнюю порой Мороз покрепче скобывая лужи Снежинок вальс кружил над мостовой И рассыпал их льдинками от стужи Мне в эту льдинку к сердцу прислонить, чтобы унять тоску и боль разлуки Как отыскать тебя и закружить Снежинкой легкой под вальса звуки В той недоступной дали снегопад А я страдаю А я страдаю здесь от потепления Снежинок вальс кружил над мостом А я страдаю здесь от потепления Снежинок вальс кружил над мостом И все идет вальс кружил над мостом Который год у нас здесь потепление То осень возвращается назад В обманчивом и злобе настроения В той недоступной дали снегопад А я страдаю здесь от потепления Все нет тебя Который год подряд Прощальный вальс дождем поет осенним Все нет тебя Который год подряд Прощальный вальс дождем поет осенним Ну вот и все, дорогие друзья, на сегодня Это была программа «Ночной такси» на YouTube и на Питер ТВ Я, Александр Фумин, также в финале программы Перед тем, как попрощаться, всегда сообщаю вам и о нашей радиоверсии Я знаю, что многие не только смотрят нас, но и слушают Мы выходим в эфир на интернет радиостанции «Шансон-24» С нашего портала «Шансон-24.нет» Каждый четверг в онлайн-версии вы можете слушать эту программу С 22 до 24 часов по московскому времени Программа записывается и, начиная с апреля прошлого 2012 года Ретранслируется FM-радиостанции «Русский Берлин» на 97,2 МГц FM Естественно, в столице Германии Вы можете слушать программу дважды после оригинального эфира из России Соответственно, четверг каждой недели с 21 до 23 часов И затем в понедельник следующей неделе с 22 до 24 часов Там, естественно, время вещания европейское Я, Александр Фумин, искренне благодарю вас за внимание И прощаюсь с вами до следующей недели На волне ностальгических нот На волне позабытых мелодий Вместе с вами ночное такси Городских серенат и рапсодий Редактор субтитров А.Семкин